В столице России, Москве, 20 часов 6 минут, это радио Финам-ФМ, частота 99,6. В России боеспособная армия, которая может навести порядок и призвать к ответу практически любую силу. Это я сейчас процитировал Дмитрия Медведева, такое заявление он сделал, когда был еще президентом России. На самом деле аналогичные заявления делают очень многие представители российской власти. Однако, по данным в целом, в боеспособности российской армии уверены только 55% россиян, хотя еще два года назад таких людей было 74%. В каком состоянии сегодня находится наша армия и сможет ли она нас защитить? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Здравствуйте. Хочу сразу представить и наших гостей, вернее, пока только одного гостя, который находится в нашей студии. Это Сивков Константин Валентинович, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке. В запасе. В запасе. Я знал, что поправите, Константин Валентинович. Да, добрый вечер. Добрый вечер. И мы ждем Франца Адамовича Клинцевича, зампреда комитета Госдумы по обороне. Он у нас пока стоит в пробке. Ну, в общем, обычная для Москвы проблема. Но мы ждем его здесь, в нашей студии. Я думаю, что он через какое-то время все-таки подъедет к нам на эфир. И сразу же хочу напомнить телефон нашей студии, по которому вы можете позвонить и задать любой вопрос мне или моему гостю. Это 6510996, код города Москвы 495. Итак, начинаем. Константин Валентинович, давайте сразу с самого главного вопроса. Вот вы мне скажите, способна ли сегодня наша армия нас защитить в случае войны? И сразу же второй вопрос. Сколько человек сегодня в российской армии и сколько было до всех реформ? Ну, вы знаете, я начну несколько раз с интересной такой аналогии, как вам покажется. Вот если взять стеклянный шар и опускать его, наполненный внутри воздуха, оболочки, опускать его в воду. Начиная с определенной глубины, и он лопнет. Потому что они удерживают вот эти стенки. Чем толще стенки, тем глубже можно опустить. Аналогия очевидная. Вот роль вот этих стенок для государства исполняют вооруженные силы. Поэтому, когда мы говорим о том, соответствует наша армия своим возможностям, требованиям к обеспечению обороноспособности страны или нет, надо сопоставлять давление извне и потенциал стенок, то бишь вооруженных сил. Поэтому посмотрим по периметру. Прямо пропорциональная зависимость. Чем больше давление, тем толще стенки. Должны быть. Вот давайте посмотрим по периметру. Конечно, сегодня Китай дружественная страна бесспорно. Бесспорно, это вы сомнения не знаете. И перспективе тоже мы заинтересованы в этом. Если мы будем проводить грамотную геополитику, это будет на длительный срок. Но 2,5 миллиона вооруженных сил Китая говорят сами за себя. Если еще 5 лет назад это была армия технологическая отсталая, то сегодня она технологически передовая. Да, да, да. И уже говорят о том, что это почти уже сегодня вторая супердержава в мире. Да, это так. Через каких-нибудь 10 лет Китай будет иметь вооруженные силы превосходящие американские. На Западе мы имеем 500 миллионное население НАТО, Европы. И там тоже численность вооруженных сил, если брать суммарно американо-натовскую, то есть в целом натовскую вот эту машину, она превосходит значительно российскую. То есть там тоже речь идет о нескольких миллионах. Китай может в течение месяца отмобилизовать 20-ти миллионную армию. А дальше как в анекдоте, помните, китайский генерал китайским солдатам переходим в советскую границу небольшими группками по 5 миллионов человек. Да. Вот что у нас сегодня есть. Сегодня, согласно документам нашей вооруженной силы, вот, по крайней мере, данные примерно двухгодичные, ну, там, трехгодичные данные, должны были быть порядка миллиона. Реально сейчас вот чисто по оценкам количество призывников, количество контрактников численность 800 тысяч, может, даже меньше. Нет, подождите, это призывники-контрактники или офицерские составы? Нет, нет, нет. Всех, всех, порядка 800 тысяч человек, вот, исходя из анализа призывников, контрактников, вот, призывников-контрактников. Как думаете, достаточно или нет все-таки? Вот 800 тысяч человек. Из этих 800 тысяч человек где-то примерно меньше трети. Это сухопутные войска чисто по вскидку идет. Вот это где-то около 200-220 тысяч человек, вот, с учетом РВСН, флот, авиация, там все раскидывается. Вот, плюс центральный аппарат. Вот из этих 240 тысяч человек, я беру Китай, я беру на западное направление, ту же Японию, из этих 240 тысяч человек, собственно, боеспособных частей, где-то порядка 150, не больше, если даже не, да, где-то 150 тысяч. Остальные, это системы тылового и технического обеспечения, это органы управления, это институты всякие и все прочее. Вот скажите, пожалуйста, могут ли 150 тысяч человек противостоять 2,5 миллионам мир, даже мирного состава вооруженных сил Китая? Конечно нет, конечно нет, конечно нет. А сколько надо тогда? Значит, а вот и Франц Адамович Клинцевич. Мы только начали, мы только начали, да, у нас в студии Франц Адамович Клинцевич, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне. Да, слушаем дальше. Вот. И учитывая тот факт, что сегодня у нас система мобилизационного развертывания усилиями господина Сердюкова в основном была разгромлена, в частности, ликвидированная в основном соединение части кадра, то радикально увеличить численность вооруженных сил в двое, в трое мы не можем. Поэтому мы можем где-то вот по грубым оценкам причинить, ну максимум на 50%, то есть в полтора раза. Вот исходя из этого мы можем говорить о том, что сегодня без применения ядерного оружия российские вооруженные силы могут эффективно решать задачи в конфликтах масштаба не более, чем вооруженный конфликт. Где-то, то есть в пределах 50-та тысяч человек группировку мы можем выставить. И все? Все. Если же что-то будет больше, вот, то мы должны применять... Единственный способ это применять уже ядерное оружие. Для сравнения просто хочу объяснить, что такое локальная война. Локальная война это не маленький конфликтик. Локальная война против Ирака, к примеру. Так. Американская группировка 800 тысяч человек. Локальная война во Вьетнаме. Доходила американская группировка до полутора миллионов. Так. Локальная война против Ирака уже 2003 года. 650 тысяч человек. Вот это локальные войны. То есть для того, чтобы нам вести локальную войну, как записано это в доктринах наших всех, нам нужно иметь возможность выставить, ну, хотя бы сопоставимые группировки. Где-то 600-700 тысяч человек. Для этого нужно иметь численность вооруженных сил в мирном времени не менее 1,2 млн человек. То есть мы как минимум на 400 тысяч мы должны увеличить численность. Как минимум. Это самое маленькое. И при этом, плюс к тому же, мы минимум должны иметь, как минимум, ничего не иметь в этом составе не менее 50, ну, вернее, хорошо, 40 процентов соединенных числей кадров, чтобы иметь возможность развернуть вооруженные силы военного времени. Я понял. Франц Адамович, ну вот смотрите, мы начали с вопросом, может ли наша армия сегодня защитить там в случае необходимости. Вот только что мы услышали, что для того, чтобы мы могли действительно быть уверены в собственной безопасности, нужно как минимум на 400 тысяч человек увеличить численность вооруженных сил. Но все эти годы, посмотрите, что происходит. Мы слышим как раз наоборот. Мы слышим все время о реформе вооруженных сил. Реформа сопровождалась исключительно только сокращением. Вот несколько цифр. Военно-воздушные силы сократили в два раза. Военно-морской флот в два раза. Ракетные войска стратегического назначения на треть сократили. ВДВ на 20 процентов. И что это такое? Получается, вместо того, чтобы увеличивать или хотя бы оставить в том виде, в каком были вооруженные силы, мы взяли, сократились и теперь не сможем участвовать даже в локальной войне. Ну, я не стал бы так быть пессимистом. Смею вас заверить. Все у нас в этом плане достаточно хорошо. И когда мы говорим о вооруженных силах с точки зрения разного подхода, то я хотел бы привести один пример. У меня был где-то лет пять назад такой случай в Костроме. Когда одна женщина подошла, она потом оказалась преподавателем в Академии химзащиты. И с точки зрения женщины задает вопрос, скажите, Франц Дамыч, мы из Дальнего Востока вот приехали, с учетом военно-стратегических угроз, которые есть сегодня у России на Дальнем Востоке, при том количестве войск, которые мы имеем, что мы обеспечим безопасность. И начал аргументировать с точки зрения подхода того, которое было раньше. Я ей абсолютно четко сказал, во-первых, спасибо за вопрос, и он очень уместен и очень важно, чтобы в обществе идет такой разговор. Но сегодня с учетом военно-стратегических угроз на Дальнем Востоке, группировка в пять миллионов не обеспечит безопасность, которую мы... Ну вот мы говорили только что про численность китайских вооруженных сил. Которые мы имеем. Поэтому разговор о вот этой блокировке и защите численно, он сегодня, на мой взгляд, преждевременен. Или иначе мы страну опять посадим на какую-то серьезную проблему. Сегодня задача, которая стоит перед Министерством обороны, это миллионная армия, способная ко всем серьезным вопросам, связанным с конфликтом, и возможность ее развертывания. Я тоже не стал бы так пессимистично говорить о неких моментах того, что вот мы это не делаем, мы это не делаем. Бардак у нас всегда был, я думаю, и так это будет, но мы всегда, мы всегда собирались, и сегодня есть планы, есть люди, и мы организуем. Но, друзья мои, сегодня другое время, да, безусловно. Время сети центрических войн, маленьких, локальных, и сегодня наши вооруженные силы, демонстрируя последнее время, они способны отразить любую агрессию. А что касается ядерного оружия, то, смею вас заверить, если только начнется какая-то попытка у кого-либо вторгнуться на нашу территорию, мы будем обороняться всеми имеющимися... В том числе и ядерным оружием. Всем, что есть у нас. И в этом нет сомнения. Мы будем защищать свою страну. И если бы они это не знали, поверьте, они давно уже разорвали бы Россию на части. Да, да. Ну, я бы тут сказал, по сути дела, да, если мы говорим о применении тактического и стратегического ядерного оружия, то вот за счет этих факторов Россия и сдерживает сейчас угрозы. Ну и слава богу. Но тут вопрос упирается вот во что. Что, во-первых, сети-центрические войны и армии, способные вести сети-центрические войны, совершенно необязательно могут быть маленькими. Они могут быть очень даже большими. И, скорее всего, не будут очень большими. В частности, вот китайская армия, как раз китайская армия очень большая и приспособлена к ведению сети-центрических войн. Как, кстати, американская. Ну, вот смотри, Франц Адамович, он про что говорит, да, Константин Валентинович? Он говорит о том, что необязательно увеличивать численность. То есть ни количеством, ни числом, а умением нужно, собственно, воевать. Именно умением. Но тут у меня тоже вопрос, друзья. Мы много лет говорим о том, что армия у нас должна быть профессиональной. При этом у нас с профессиональной армией ничего не получается. Мы по-прежнему сталкиваемся с тем, что, я не знаю, одна реформа, вторая реформа, третья. И каждый раз профессиональная армия, профессиональная армия. А в итоге у нас, ну, где у нас профессиональная армия? У нас до сих пор призывники бегают, людей не хватает и так далее. И где это умение? Где эти профессионалы? Вот для начала давайте поговорим про умение. Вот для того, чтобы, я думаю, никто не станет возражать, что американская армия профессиональная. Что американская обладает высочайшей боевую подготовку и умением. Но победы американской армии во всех этих локальных конфликтах достигалось за счет десятикратного или, по крайней мере, пятикратного превосходства над противником. Сопоставим. Тот же Ирак образца 1991 года. Победа американцев достигалась в воздушной войне за счет того, что 400 иракским самолетам и их устаревшей системе ПВО было противопоставлено 2000 своих самолетов. Но самолетов, Константин Валентинович, самолетов и еще удары, потом и в 2003-м они наносили с кораблей, ракетами они били по Ираку. То есть тут не численность людей, тут может быть какая-то другая вообще схема боевых действий меняется. Зачем численность? Секундочку. Численность людей тоже. Я хочу напомнить, 800-тысячная армия, 800-тысячные вооруженные силы, группировка была построена. Кроме того, хочу заметить, что американские вооруженные силы около двух миллионов тоже численностью. Ну это да. Поэтому никто отрицать не станет. И для того, чтобы... Миллион двести? Нет, не миллион двести. Около двух миллионов. Миллион триста, если быть точным. Ну хорошо, ладно. Миллион триста это чисто сухопутные войска флота. У них еще есть национальная гвардия и многое другое. Да, да, да. Вот. Теперь дальше, что я хочу сказать. Для того, чтобы реализовывать какие-то способы, нужны люди и средства. Ведь для той же самой системы оружия, для того, чтобы их применять, нужны люди, которые будут там летать, ездить и так далее. Совершенно верно. И вот если у вас нету этого количества людей, то соответствовать будет нечем. Они должны быть обучены. Что касается вопросов, связанных с профессиональной или призывной армией. Я хочу заметить, что самая боеспособная в отдельном отношении армия мира, это армия Израиля. Она призывная. Да, согласен. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. Это «Искусство возможного». Радио Финам-ФМ. Частота 99,6. Еще раз добрый вечер. В студии Роман Бубаян. И мы говорим сегодня с нашими гостями о российской армии. Пытаемся понять, сможет ли наша армия нас защитить в случае необходимости и достаточно ли нам то число личного состава, которое мы сегодня имеем. Мы говорим с нашими гостями на эту тему. Я еще раз их представлю. Это Сивков Константин Валентинович, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук. И Франц Адамович Клинцевич, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Да, Константин Валентинович, мы вас слушаем. И потом я хочу сказать еще по поводу ядерных сил. Значит, ядерные силы, как морского, наземного, воздушного базирования, тактические, стратегические, они всегда будут объектами первоочередного удара. Ну, конечно. И так как они будут объектами первоочередного удара, то выстоять в этом первоочередном удара они могут лишь в том случае, если будут достаточно мощные силы общего назначения, которые способны будут их защитить. То есть, в первую очередь, это система противовоздушной обороны, то есть система воздушно-космической обороны. То есть успокоиться и сказать, что у нас есть ядерные боеголовки, и поэтому мы ничего не боимся, это на самом деле утопия. Абсолютно правильно. Поэтому могу сказать только одно, что, к примеру, я занимался этим вопросом профессионально. Обеспечить, скажем, устойчивость ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в море, это очень серьезная проблема. Не только для нас, но и у американцев. Уже обе стороны ведут борьбу за отслеживание подводных противников. Я понял. Поэтому без сил общего назначения достаточно численности ядерный щит может не сработать. Наши вооруженные силы сейчас находятся по своей численности ниже критического уровня. Даже ниже критического? Ниже критического. Потому что если, почему говорится требование, чтобы вооруженные силы были способны решать задачи в локальной войне. Если мы способны решать задачи в локальной войне, то порог применения ядерного оружия относительно высокий и приемлем. Если мы говорим о вооруженном конфликте, то это резко понижается порог применения ядерного оружия. И риск возникновения ядерной войны уже может возникнуть в результате возникновения небольшого относительно по масштабу локального конфликта типа иракского в отношении России. А это уже неприемлемо. Я понимаю. Да, я хочу напомнить еще нашим слушателям номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать вопрос мне или нашим гостям. 651099,6, код города Москвы 495. Вы сказали, Константин Валентинович, что техника, это все хорошо, но нужны люди, которые могли бы этой техникой, собственно, управлять и которые могли бы на ней воевать. И добавим еще, и обеспечивать. И обеспечивать. И в тыловом и техническом отношении. Да, да, да. Это достаточно много личных составов. То есть это должны быть профессионалы. Вот давайте сейчас оставим в стороне немножечко офицеров, да, и поговорим давайте о рядовом составе. Что у нас происходит сегодня с рядовым составом? Срок службы один год. За этот год мы можем из вчерашнего пацана, который пришел в вооруженные силы, в войска, сделать профессионала, который может, допустим, я не знаю, заниматься обслуживанием самолетов, там, заниматься обслуживанием ракет, может ли он там заряжать пулеметы, может ли он подвешивать бомбы и так далее. За один год, на секундочку. Франц Адамович. Вы знаете, я очень доволен, что сегодня идет этот разговор. И очень важно, чтобы люди там, которые нас слушают, абсолютно адекватно понимали, что безопасность нашей страны – это наша общая обязанность. Помнили слова, которые говорили наши отцы и деды, когда говорили, все будет хорошо, лишь бы не было войны. И для войны, и для фронта – все. И сегодня обстановка, на самом деле, не очень стабильная. И когда мы говорим о вооруженных силах, то на протяжении столько времени их дискредитировали, были гонения, были всякие унижения. И многие офицеры, какие многие, 90% офицеров был период, когда служили не потому, что им там было хорошо и они имели достаток, а потому, что служили, потому, что понимали, что больше некому будет Родину защищать. Я вам скажу больше. Вот Константин меня, наверное, поддержит. Был период, когда министр Шапошников, понимая, в каком положении находятся вооруженные силы, он оголил все вооруженные силы и стабилизировал обстановку в социально, как бы, таком бытовом плане и в обеспечении материально-технической базы, ракетные войска стратегического назначения. Абсолютно четко понимая, что на это обратят внимание. И поверьте мне, планы были на тот период. И если бы они не понимали, что будет ответный удар, и что этот удар будет неотвратим, с последствиями катастрофическими, они давно уже нас попробовали бы на зубок. Сегодня, когда мы говорим о вооруженных силах, мы сегодня не говорим и не будет никогда. Мы уже не в состоянии потянуть пятимиллионные формирования и так далее. Это правда. Это мы поняли. Значит, ну смотрите. Пускай не будет пятимиллионов, пускай не будет там двух миллионов, ну пускай будет там необходимое число солдат и офицеров. Ну при этом, хорошо, пусть будет миллион, пусть будет миллион, но пусть будут профессионалы. А мы сегодня что имеем с вами? Значит, Рома, дело в том, что значительно серьезнее. Когда мы говорим о профессионалах и опустили под влиянием гражданского общества уровень. Ведь мы с Костей голосили, говорили, что год это просто безобразие. Но его никто не поменяет сегодня и год останется, исходя из политической конъюнктуры. Притом, кто выстраивал эту политическую конъюнктуру? Так называемые люди, которые болели и родили, проводя вот эту пятую колонну с точки зрения подрыва всего в России. Но, когда мы начали заниматься вооруженными силами, и сегодня военный бюджет составляет 33% бюджета страны, у нас там другие голосят, вот, для военных и так далее. Я сегодня не беру про этих разговор, про этих бессовестных людей, которые без того скудны для страны бюджет вооруженных сил, и тот разворовывали. Они получат под заслугом, я бы уверен, 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 подождем еще, уверен, уверен, но мы сегодня должны понимать, что нам нужно формировать контрактников, надо обирать сержантов. И чтобы они пошли и сегодня работали в этом разбалансированном, в этой разбалансированной обстановке, им надо достойно платить. Ту зарплату, которую они получают... Сколько? Давайте назовем эти цифры. Сколько они получают сегодня? До 30 тысяч. До 30. Сколько нужно, чтобы они получали? И чтобы люди действительно шли на контракт? Профессионал должен получать в наших вооруженных силах не менее 100 тысяч. Не менее 100. То есть от 100 тысяч, скажем так. В зависимости дальше уже все. От квалификации. При этом молодые парни с высшим образованием сегодня, находящиеся там где-то на периферии, имеющие затруднения с точки зрения организации работы, они пойдут, они будут понимать, они получают достойную зарплату, у них решены социальные вопросы, у них жилье организовано. Они могут получить после окончания службы квартиру, они могут продолжить учебу, второе образование. Люди будут понимать. Ведь вы понимаете, когда мы говорим о профессионалах, как делается у нашего вероятного, так сказать, у наших вероятных противников. В десантнике солдаты служат до 28 лет, там в пехоте до 30 лет и дальше они не служат. Они уже все, они уже становятся неспособными для тех боевых задач, для которых их формируют. И только таким образом, через такую ротацию, можно сделать профессиональную армию. Но для этого должны понимать все люди. Когда мы говорим и обвиняем министра или там военачальника или верховного главнокомандующего, мы должны понимать, что это стоит очень-очень дорого. Других вариантов нет. Франц Адамович, сегодня деньги есть для того, чтобы мы действительно создали контрактную армию? Чтобы они получали там в районе хотя бы 100 тысяч? Сегодня наши деньги, которые есть, идут на перевооружение. Это я знаю. Мы говорим, вот смотрите, я просто почему спрашиваю. Вот я сейчас процитирую Сергея Шойгу. Значит, министр обороны Сергей Шойгу порадовал будущих солдат и их родителей известием, что набор, значит, ребят, военный строй будет значительно сокращаться. Он говорит буквально следующее. У нас есть призывники только там, где надо готовить мобилизационный резерв. И это важная составляющая нашего подхода. Мы заканчиваем подсчеты. Насколько сократим количество призывников? Могу сказать, что намного окончательную цифру, думаю, мы сможем назвать в ноябре. Но поверьте, это десятки тысяч. То есть, министерство обороны под руководством Сергея Кожугеевского Шойгу, значит, решили окончательно взять курс на сокращение именно вот, собственно, солдат-срочников. Вы понимаете, на десятки тысяч. Я объясню, Рома. Тут есть еще один такой психологический фактор с точки зрения того, что министр обороны Шойгу, очень уважаемый и популярный человек в обществе, он сделал правильные шаги, те, которые ожидали военнослужащие. Вот у меня два листа правильных шагов Сергея Кожугеевского Шойгу. Называется «Новая летопись военного строительства». Все прописано по датам, что именно он сделал. Половина этих двух листов – это изменение того, что было сделано во времена господина Сергея Кожуева в рамках так называемой военной реформы. Возвращает назад теперь Шойгу. Как говорят в народе, Костя, знаешь... Мы с францем как раз все эти критиковали. Как говорят в народе. Если хочешь сделать хорошо, сначала сделай плохо, потом верни как было. Как было. Я прошу прощения, но здесь тоже есть некие пробы и так далее. Эксперимент, наверное, не очень удачный, с гражданскими лицами. И понятно, что военным строительством должны заниматься профессионалы и военные люди. И сегодня такая команда у Шойгу... По крайней мере, у меня создалось впечатление, создано, и она достаточно эффективно проводит преобразование. Не говорю реформу, преобразование в вооруженных силах. Так вот, исходя из того, что делает Шойгу, и что этим занимается именно он, у нас увеличилось количество контрактников, которые идут и остаются на контрактной службе. Фактор личного доверия к министрам. Да. И тут есть еще вторая сторона медали. Вот смотрите, проходят многие вещи, мероприятия, ведь в средствах массовой информации начали правильно показывать. Даже был один момент, вот Костя, может быть, подтвердит, когда был этот танковый биатлон. Да-да-да. Я там увидел массу ляпов с точки зрения профессиональной работы, когда у танка отключили стабилизатор, и он, этот танк едет чуть-чуть, и дулом не качает, и про себя думаю. Наверное, телевидение-то не надо было бы это показывать. Показывать. Вот как-то, и там, когда ракета не вышла... Думаете, многие заметили. Да, ракета не вышла. Да-да-да. Ну, профессионалы-то заметили. Ну, самое главное, подача материала была сделана телевидением российским профессионально так, что приятно было смотреть. По крайней мере, я испытывал гордость и удовольствие от того, что я видел. И это важно. И, наверное, это важно для этих мальчишек сегодня, которые учатся даже в школе еще. Константин Валентинович, вот скажите мне, значит, было принято решение руководством страны до 2020 года выделить на армию, на вооруженные силы 23 триллиона. Значит, это деньги, которые пойдут на новую технику, новое вооружение. И, по-моему, еще частично пойдет на финансирование социальных каких-то программ. Да, конечно. Да. Как вы считаете, это правильное решение? Абсолютно правильное решение. Я считаю, даже нужно было выделять больше. Еще и больше? Я сейчас спрашиваю, почему я спрашиваю. Про правильность этого решения. Главная проблема, почему надо больше состоит в том, что нужно сейчас в срочном порядке восстанавливать основные фонды и школы, все школы. Рабочие школы. Не как школы-заведения, а как систему подготовки кадров. Рабочие средства. Инженерно-конструкторские школы. Научно-технические школы. Наконец, менеджерские. Плохое слово. Директорские школы. Руководящие школы. Оборонно-промышленного комплекса. Это сейчас главная задача. Сегодня оборонно-промышленный комплекс у нас находится в тяжелом состоянии после 25 лет полномерного удушения. Константин Валентинович, а что у нас сегодня находится в лучшем состоянии, чем оборонный комплекс? Вы понимаете, в чем соль. Мы какую область не возьмем, у нас везде какие-то проблемы сумасшедшие. И мы везде говорим, что нам нужны деньги, нам нужны деньги, нам нужны деньги. Но при этом, посмотрите, что происходит. Мы сейчас в последние дни, вот особенно активно говорим о том, что нам нужно пересчитать бюджет. Премьер-министр и члены его кабинета делают заявление о том, что каким-то образом будем экономить. Нам необходимо сделать что-то такое, чтобы вывести нашу экономику из стагнации. Было принято решение заморозить тарифы там нескольких естественных монополий для того, чтобы достигнуть там трехпроцентного роста в экономике. И говорили даже о том, чтобы с материнским капиталом что-то такое там придумать, то ли отменить, то ли не отменить. И все, потому что не хватает денег. И на этом фоне 23 триллиона до 2020 года, вы говорите, надо еще больше. Значит, я говорю о том, не о том, есть разные вещи. Есть возможное, есть потребное. Вот я сейчас говорю о потребном, больше надо. Сейчас, Горисий говорит о возможном, то и выдели 23, видимо, больше нет возможности. Ладно, вот это и так немалые деньги. Но из них значительная часть должна быть и главная сейчас проблема состоит не столько в том, чтобы грамотно использовать эти деньги, а главное в том, чтобы их не разворовали. Если даже ссылаться на то, что говорил Фридинский, это главный военный прокурор, по его оценкам от 20 до 50 процентов вот этих вот денежных средств просто растаскивается на всевозможный откат. И вот с этим бороться надо. Это колоссальные суммы. Кроме того, есть еще другой момент. Важно, чтобы во главе предприятия оборонного промышленного коммуникации руководители научных программ стояли профессионалы. Вот вам пример непрофессионального подхода к распределению денежных средств и постановкой задач на разработку межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. БУ-ЛА-ВА. Которая была выдана на Институте теплотехники, который никогда не занимался проектированием морских ракет. В итоге эта ракета до сих пор падает, хотя и принято на вооружение. Хотя, по идее, делать должен был эту ракету КБ Макеева, который профессионально делает морские ракеты. Вот. И таких примеров можно продолжить. Очень много примеров. Вспомни хотя бы вот эту идею, а вообще история танков новых. Начинал я, уже практически готовый был к постановке на вооружение Молот. Это уже рассекреть открытые данные. 88-89 год зарубили. Черный Орел зарубили. 95-й зарубили. Теперь Армата. Понимаете? А фактически на вооружении российской армии стоят танк Т-90. Разработки тысячи приняты на вооружение в начале 80-х годов. Сейчас прошел небольшую модернизацию за счет изменения формы башни и усиления бронирования. И все. Су-34. Великолепная машина, отвечающая всем современным тревогам. Спасибо Советскому Союзу. Принят на вооружение было. И прошел летное испытание в 88-м году. Великолепная машина Су-27. Его сейчас провели модернизацию. Глубокую модернизацию этого самолета Су-27. Назвали его Су-35. Но Су-35 в 88-м году был тоже принят на вооружение. Все. Мы сейчас прервемся. Вернемся в эту студию через несколько минут. Уходим. Еще раз добрый вечер. Это программа искусства возможного. Радио Финам-ФМ. Частота 99,6. Мы говорим сегодня о состоянии российской армии. Российских вооруженных сил. В студии Роман Бубаян. И мы обсуждаем эту тему с нашими гостями. Я их сейчас еще раз представлю. Это Константин Валентинович Севков. Первый вице-президент Академии геополитических проблем. Доктор военных наук. И Франц Адамович Клинцевич. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Телефон в нашу студию. По которому можно позвонить. Задать вопрос. Мне или нашим гостям. 65 10 99. И 6 код города Москвы. 4 9 5. Константин Валентинович. Ну вот смотрите. Тогда о каких. Вы только что перечисляли. Все вот эти вот. Всю нашу технику. Танки. И так далее. Можно добавить что Борей это тоже проект. Ну хорошо. 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 Все советской поры. Тогда о каких новых образцах техники и вооружения мы говорим вообще. Ну вот как раз. Что мы должны поставить на вооружение нашей армии. Вот я как раз хочу об этом сказать. Вот эти вот даже только привел примеры вот этих танков. Перечислил. Вот я уже могу сказать что уже все эти танки не могли бы быть приняты. В том числе тоже 95 и тоже российское производство. Это понятно. Но они были загублены именно не квалифицированными и некомпетентными руководством той же Министерства обороны Сердюковской поры. Вот. Брать новую технику к примеру. Вот сейчас вот появился появляется вводится в линию комплекс С-500. Возможно он появится. Об этом все говорят. Это уже чисто будет российская разработка. Ну комплекс Панцирь-С это зенитный комплекс. Это тоже комплекс практически так сказать он уже был в 90-е годы и принимался на вооружение. Поэтому есть образцы. Есть образцы. И связаны это с тем что сработали следующие факторы. Первый фактор это планомерный планомерный подчеркиваю разгром всей высокотехнологичной промышленности России в 90-е годы. Привожу примеры только как уничтожали научно-производственные комплексы и учреждения в Москве. Выбрасывая уникальные станки и ставят там палатки для размещения мешочников. Понятно. Вот и многое другое. Понятно. Планомерно громили научные школы и научные коллективы путем удушения, путем экономического удушения, путем просто разгона и многое другое. И вот благодаря этим действиям сегодня темпы разработки современных вооружений были сильно замедлены. Отлично. У меня есть еще вопрос. Но сейчас в начале звонок. Антон, добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вот понять по поводу триллионов. Сейчас много, как по телевизору говорят, созданных концернов. Там Калашников. Потом вот на Максе в Ростехнологиях там самый шикарный павильон. Это выглядит как просто создание дополнительного посредника между исполнителем и заказчиком. То есть деньги-то не лишние будут здесь тратиться. Вот тут не очень понятно. И еще про опыт. Если позволить, вот работая на оборонку, был у меня такой в жизни, как инженер я работал. Шутка была у нас. Значит, главное не успеть то, чтобы работало, а бумагу выпустить. Потому что бумажный оборот, он душит абсолютно все вообще. То есть, может быть, еще и здесь что-то тоже надо поменять, чтобы технологии вперед как нуля. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, кто готов. Я готов. Спасибо за вопросы и за беспокойство. Безусловно, у нас все, что связано с бюрократией, у нас все нормально. И эта бюрократия действительно у нас тормозит. У нас, к сожалению, у чиновников и военных, и околовоенных военно-промышленного комплекса остались стереотипы мышления аффилированных компаний, фирм. К сожалению, это существует и не работает здравый смысл. Поверьте мне, то, что недавно в концерне Калашникова был президент и лично показывал, и в закрытом режиме делал очень серьезные замещания, это связано прежде всего с этим. Я хочу, чтобы вы понимали того, что сказал Константин. Он правильные вещи сказал, и мы должны все абсолютно четко понимать, что безопасность нашей страны должны в этом процессе участвовать все, хотим мы это или не хотим. То, что должен быть некий контроль за тем, что и как расходуется со стороны правоохранительных органов, общественности, парламента страны, я в этом тоже ни грамма не сомневаюсь. Кстати, если бы... Будет этот контроль? Конечно. Но все, что связано с обороносервисом, связано с комитетом по обороне и счетной палаты. С обороносервисом хорошо, а вот эти 23 триллиона? Будет, и поверьте мне, будет, и сегодня эта ситуация контролируется серьезной прокуратурой, есть даны серьезные команды, и, к сожалению, есть нарушения, и эти навершения какие-то будут, но, тем не менее, это все будет доведено до логического конца. Сегодня две задачи. Первая задача. Те новые образцы, которые соответствуют современным требованиям глубокой модернизации, Глубокая модернизация и коренным образом качественное изменение подхода тому, что есть. Поверьте, у нас есть некие разработки, самое главное, чтобы этот процесс не заберекультизировали. Раз уже прозвучал у нас комплекс S500, я хочу, чтобы вы понимали все. С-300, С-400, С-500, это не некая линейка одного и того же, это абсолютно принципиально новые подходы. Постановка S500 решит все проблемы с ПРО, что бы они ни делали в отношении нас. Вот так вот, да? Вот так. И это будет в ближайшее время. Что касается техники, у нас новые подходы. Когда мы говорим о неком конструкторе, когда платформа легкая, средняя и тяжелая. И с учетом задачи на эти платформы разрабатываются и будут установлены новые образцы вооружения, которые как конструктор будут меняться. Я понимаю, Франц Адамович, но смотрите. Еще один момент, смотрите, какой момент. Вот все слышали и говорили и так далее, автомат АК-12, кстати, неплохой автомат, но автомат современный. Нам нужен автомат будущего. И пойдет он на государственное испытание, не пойдет, очень серьезный вопрос, я думаю, не пойдет. И есть вопросы. Казалось бы, сразу журналисты задали всякие вопросы и так далее. А сегодня военное ведомство предъявляет очень серьезные требования к тому, чтобы потраченные деньги работали на безопасность нашей страны на десятилетия. И в этом концепции... Но вот смотрите, еще какая проблема. Сейчас, Константин Валентинович, я все-таки хочу понять. Мы говорим о том, что 20-летие мы не тратили на оборону денег. 40 лет. Даже 40 лет, да. Что армия у нас находилась просто в ужасающем состоянии. Офицеры там жили по, я не знаю, по полгода как минимум, просто, как говорится, без денег, без зарплат. Что техники не было, того не было, другого не было. И вот государство, наконец, понимает, что нужно наводить в этом деле порядок. Выделяет 23 триллиона рублей для того, чтобы, наконец-то, наши предприятия, научно-исследовательские институты, ВПК, разработали и произвели какие-то новые образцы техники и вооружения. Но мы сталкиваемся с другой проблемой. Мы опять возвращаемся к профессионализму. У нас нет людей, которые могут это сделать. Ведь вы помните заявление Рогозина, что, конечно, мы можем огромное количество денег, как говорится, предложить там тому или иному институту. А кто будет работать? А где кадры? А где обычные рабочие кадры, которые должны там подводные лодки делать или самолеты? Вот Роман. И так далее. Это же тоже проблема. В состоянии нашего ВПК сегодня переварить эти деньги. Вот правильно сказал Франц, он сказал, что сейчас проблема в бюрократии. А откуда она выросла, проблема в бюрократии? Почему чиновник не может принять решение грамотное, без всяких дополнительной бумажки? Это по одной простой причине, что они не квалифицированы. Вы понимаете, в чем это? Да что ж такое? Кругом они не профессионалы, что ли? К сожалению, да. И могу сказать еще одну печальную вещь. Вот вы посмотрите, кто у нас руководит вообще, в принципе, по министерствам пройтись? Вот вы посмотрите, при всем глубочайшем уважении, я могу сказать, что, скажем, даже вот сейчас, то есть пройтись, то вы мало ньете там рудей в ранге министров, начальников департаментов, которые являются действительно профессионалами, которые являются специалистами своего дела. Вот, к примеру, Кириенко руководит Росатомом, он что, физик-ядерщик. Но что, при этом Росатом плохо себя чувствует? Да нет, он плохо себя чувствует, потому что есть люди, которые работают внизу. Понимаете? Так может быть это и нормально, пускай министр будет, я не знаю, организатором хорошим, но при этом у него будет нормальная команда, на которой он может опереться, нет? Нет, но не для того, чтобы... Росатом работает хорошо, потому что заказы хорошие. А дальше, вот дело в том, что любой руководитель, он должен считать задачу организации процесса. Для того, чтобы организовывать процесс, любому сверху донизу, надо его знать. Понимаете? Когда строительством, скажем, разработка, когда вот в 90-е годы на руководящие должности наши оборонные предприятия поприходили случайные люди, так называемые фиктивные менеджеры, кто-то был бухгалтером, кто-то был... Я понимаю, Константин Валерьевич, развалили, допустим, они предприятия. Пусть пришли непрофессионалы и развалили. Что теперь делать? Роман, Роман, беда состоит в том, что они и сейчас стоят. Они и сейчас стоят? Да. Ну, кто должен принять решение, чтобы наконец поставить во главе этих предприятий профессиональных людей? Для начала должно быть решение президента. Ну, президент 23 триллиона выделяет. 23 триллиона не выделять надо. Этого слишком мало. Надо сейчас... Это копейки. Серьезное, да. Сейчас нужно фундаментальное кадровое решение. Практически, по моим оценкам, до 70% чиновников за непрофессионализм должны быть изгнаны и заменены профессионалом. Это первый момент. Потому что, понимаете, когда... Полминуты мы должны будем уйти на рекламу. Да, я просто предупреждаю. Я скажу, я, наверное, никто не захотел бы, чтобы вместо того, чтобы операцию на, скажем, любому органе, больному человеку, родному или самому вам, выполнял не профессиональный хирург, а, к примеру, мясник. Или зуб лечил не профессиональный стоматолог, а слесарь-сантехник с электродрелью. Согласен абсолютно. Ну, почему-то руководить вооруженными силами, я беру того же Сердюкова и всех остальных, помогут посторонние люди случайные. Да, мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут реклама. Еще раз добрый вечер. Это программа «Искусство возможного». Радио Финам-ФМ. Частота 99,6. В студии Роман Бубаян. Мы говорим сегодня о состоянии российских вооруженных сил. Обсуждаем эту тему с нашими гостями. Это Константин Валентинович Севков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук. И Франц Адамович Клинцевич, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. Константин Валентинович, пожалуйста. Я кратко завершаю. И вторая причина, которую надо сделать, это, наконец, надо убрать тот чудовищный разрыв в оплате реальных инженеров и топ-менеджеров, который может достигать 100 и больше раз. То есть, когда инженер получает 5, 6, 10, 12 тысяч, а топ-менеджер, зарплата топ-менеджер изменяется сотнями, а то и миллионами тысяч, миллионами рублей. Поэтому, сотнями тысяч, миллионами рублей. И тогда у нас более-менее начнет налаживаться. 70% непрофессионалов, Франц Адамович. Так далеко мы не уедем. Ну, я думаю, Константин Валентинович немножко погорячился. Все-таки у нас все, что связано с компетентностью, там значительно меньше. Тут много людей, очень грамотных, компетентных, я с ним абсолютно согласен, находятся там, где-то внизу и не могут реализоваться. В силу того, что на эти должности поставили какого-то нужного человека. Сегодня это меняется. Запомните, это сегодня меняется. Меняются сегодня подходы и менталитет людей. И все чаще мы начинаем слышать, ну, какие-то вот скандальные вещи с тем или иным моментом. Ну, тем не менее, опять же, опасения Константина Валентиновича, они не безучастны. Потому что недавно у меня была одна встреча, она частная, частная компания военно-промышленная, которая готовит телекоммуникационные вещи. То, что они делают, я был шокирован с точки зрения возможностей. Делают в качестве уже какого-то серийного? Да, серийного образца. Там все сделал, там командующий ВДВ взял. Но Министерство обороны в целом брать не хочет. Почему? А потому что сидят чиновники, которые уже закупили сырье, старье, которое вроде бы новое, которое не соответствует современным требованиям. А сегодня, вот то, что мы вначале говорили, управление войсками, вот этих высокомобильных, высокоточных, высоко подготовленных войск, зависит только от системы управления, организации боя и возможности отражения соответствующих ударов. Поэтому сегодня Шойгу делает, на мой взгляд, очень правильные шаги. Вот помните, недавно он собрал вот этих кулибинных, которые не завязаны на эти концерны, и сказал, ребята, давайте мы проведем некий семинар, скажите, что вы можете. Второе, он хочет сделать эту научную роту, привлечь этих ребят. Может быть, сначала так это пока что, но когда оборудуются лаборатории, когда создадутся... Нет, решение правильное. Это решение правильное. Он сегодня создает условия, чтобы привлечь заинтересованных людей. Ну поймите, в одночасье он это не сделает. Важно, что сегодня у него есть единомышленники. И в данном случае, чтобы как бы мы там где-то не парировались сквозь какие-то вещи, но мы с ним сегодня единомышленники, с министром обороны, и всячески сделаем и поможем все, что в наших силах. А рядом с нами тоже огромное количество людей. И самое главное, с ним сегодня вооруженные силы. И они понимают, что сегодня служить в вооруженных силах становится почетно. Офицер становится уважаемым человеком. А вот какова зарплата лейтенанта, Франца Адамовича? Ну, зависимый отспортиз. Ну, примерно 49. 49? Это все, что он получает? Или он там еще что-то получает? 49 плюс что-то? Нет. Нет. Теперь, если у контрактника должна быть зарплата в 100 тысяч рублей, какова должна быть зарплата офицера? Ну, того же лейтенанта. Вы знаете, тут надо подходить... Мне интересно просто, да. Вы знаете, если примерно я... У нас 50 секунд. Вот так приблизительно. Американский сержант порой получает больше, чем командир дивизии, генерал. Тут все зависит от задачи, поэтому я думаю, что офицер должен начинать с 150. Это минимум. Все, я понял, да. У нас осталось буквально 40 секунд, что я хочу сказать. Совершенно очевидно, что при Шойгу Министерство обороны просто меняется на глазах. Совершенно очевидно, что мы должны иметь сильную армию. Совершенно правильное решение выделить финансирование на вооруженные силы. Без этого ничего не получится. И действительно, если бы у них была бы возможность нас атаковать, они давным-давно бы атаковали. Я здесь тоже ни в чем не сомневаюсь. Но совершенно непонятно, с чего начинать. То ли с профессиональных кадров, то ли с техники, то ли с вооружения. Слишком много проблем. Будем надеяться на успех, что у Шойгу все получится. Это была программа «Искусство возможного». Встретимся через неделю. Продолжение следует...